раз 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 еще раз проверяем связь поставьте плюсики как слышно отлично вот пока у нас народ еще собирается хочу ответить на вопросы от оле амангалеева задает вопрос что она писала знакомым не заинтересовались и катя ничего да отвечает сразу да нужно приглашать по шаблону я полностью согласна что нужно работать по шаблону несколько раз наблюдал такую картину в последнее время прям появились активные у нас партнеры которые эту тему разбирают написали список начали прорабатывать список знакомых но пишут что все отказываются и мы просто делаем такую фишку и заходим skype делаем показ экрана и я смотрю что пишут то есть и они мне открывают свои переписки или просто копируют переписку и присылают вы знаете что самое интересное что как говорится в этой переписке низ ни одной фразы нет из шаблона ни одной я гри окей давай теперь по шаблону работать мы задаем первую фразу когда приглашаем знакомых что мы им пишем ссылка на шаблоны есть в первом дне в бизнесе в школе откройте первый урок школы и там где блок по моему третье задание разбираем как работать с теплым рынком там прям текст написано шаблон для переписки с кандидатами открывайте первый урок если школу не прошли то вам ее просто нужно пройти потому что в ней все есть ребят вы хотите знаете как сделать как я не знаю там там похватали там похватали пытаетесь собрать картину да а у вас нету пазлов не хватает просто деталей в картинке у вас нету вам нужно всю картину все пазлы получить целиком и у вас сложится классная картинка ребят это же опять лидерство заставить себя пройти обучение заставить себя пойти в эту школу да и начать учиться конечно пройдите на ее 10 раз можно проходить я некоторые ролики пересматриваю по 5 по 6 раз если я что-то не понимаю но хочу разобраться я ищу информацию разбираюсь смотрю до тех пор пока у меня не начнет получаться все четко вот так ну что ребят готовы сейчас я сотру переписку приветствую всех у нас сегодня с вами будет о замечательный семинар тема как распознать лидера да кто такой альфа лидер что это вообще такое с чем это все едят то есть эта тема всегда очень интересно и она в принципе важная потому что без лидерства без личного развития без личностного развития двигаться вперед мы не сможем с вами согласна и с вами сегодня будет лилия донскова тема я постараюсь вам изложить течение от 40 минут и как будете вы работать если будете быстро активно работать то мы с вами быстро справимся с темой если медленно то значит медленно ну что готовы действовать поставьте пятерочки кто приготовил все ручки и листочки где вы будете писать все запись включила ребят получится хорошо нет значит нет да будем стараться так поехали ребят у разных людей разный арифлейм эту фразу я всегда говорю что когда мы произносим слово арифлейм то у каждого человека возникает своя картинка он ее вытаскивает из картины мира привычной и она у него срабатывает у меня к вам вопрос ребята чтобы вы поняли о чем я сейчас говорю я сейчас произнесу одно слово а вы пишите все в чате что вы услышали что вы поняли так что вы что ваше воображение вам нарисовала и так внимание слово собачка собачка кто что представил напишите в чате пишем пишем слово собачка собачка какая где она бежит белая маленькая друг человека мопс еще кто что маленький щенок еще что представили дворняжку какую-то то есть смотрите милая мордашка сидит на подушках маленькое животное посмотрите я задала слово собачка собачка вы все мне написали начали писать про собак разных у всех кстати разные собаки да в основном нет повторений и даже есть такой ответ как собачка на молнии посмотрите я сказала про свою собачку да моя маленькая собачка мой пёсик по имени мани белый с рыжими пятнами с огромными ушами с острым носиком вы же себе придумали вообще своих собачек все почему я это говорю друзья когда вы произносите слово арифлейм то люди да вы думаете про арифлейм как вот напишите что в для вас арифлейм как вы его себе представляете я например считаю что арифлейм это очень мощный бизнес-партнер шведской косметический концерн которому я еще не встречала равных это мощная семейная компания которая дает возможности людям хорошо выглядеть и отлично зарабатывать и улучшать свой образ жизни качество своей жизни да да дорога в будущее у всех да вы понимаете а что арифлейм для многих людей многие люди говорят арифлейм это косметика другие это распространять косметику можно это каталог это неплохая продукция это плохая продукция да это это то же самое что и фаберлик и эвен да то есть как бы у людей нет разграничения они вам могут полдня утверждать что они взяли продукцию в арифлейм и она оказалась плохой вот недавно буквально проводилась собеседование мы договорились женщины работать и в тот момент когда я сказала что мы сотрудничаем с компанией арифлейм она год ой 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 погодите ягу что такое она кто вы знаете я вот недавно только купила в арифлейм одно средство у меня в ванной стоит мне она совершенно не понравилось ягу ну-ка принесите посмотри скажите мне что это за средство она убежала в ванну и уже бежит по дороге и кричит мне ой 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 перепутала это фаберлик понимаете что для людей да это совершенно все разные абсолютно вещи итак ребят вы должны себе сейчас за голове уяснить что когда вы что-то говорите то не все люди понимают что вы имеете ввиду у каждого из своей картинки мира вытаскивается что-то их личное записанное ранее и ваша задача либо объяснить человеку подробно что вы имеете ввиду убедиться что он вас понял и услышал ребята кстати немножечко даже для семьи для общения для выстраивания качественных отношений вы должны понимать что вам нужно объяснять людям что вы имеете ввиду почему очень часто люди ссорятся до в семьях скандалы недопонимания а потому что говорят одно имеют ввиду другое а человек придумывает себе вообще третье исходя из того что он услышал поэтому вам нужно четко научиться доносить информацию до собеседника итак поехали что же вам нужно для того чтобы первую очередь стать самому лидером иметь большие цели ребят у кого есть огромные цели или они появились недавно такие цели которые в принципе да услышав кто-то покрутит вам у виска и скажет это нереально это невозможно есть такие цели или вы сами думаете боже раньше я даже себе представить не мог или не могла что я на такое способна раньше я не думала вообще что я смогу когда-то так же сделать есть такое вот и отлично вы должны своими целями удивить не только окружение но и вселенную и себя как говорится ставьте большие цели под ним по ним сложнее промазать если хочешь чтобы у тебя все получалось то ты должен четко представлять что ты хочешь подробно в деталях поэтому если у вас до сих пор еще нет написанных целей если у вас нет карты мечты не расписаны цены сроки достижения то ребят значит вы еще не начали действовать значит у вас пока еще нету подготовленной в стартовой площадке для бизнеса вам нужно быть готовым думать по-другому думать по-другому потому что все с чему вы учились раньше в садике в школе в институте вас не готовили к бизнесу согласны вас не готовили к тому что перед вами будут могут стоять такие интересные задачи и возможности открываться вас готовили к работе вас готовили к тому чтобы вы получали деньги они зарабатывали чувствуете разницу получают деньги и зарабатывать кто чувствует разницу это совершенно разное получая деньги это ходить на работу а зарабатывать это значит быть предприниматель Это значит быть готовым взять ответственность на себя. Вот она разница. И тот, кто привык получать, им очень сложно перестроиться на то, чтобы начать зарабатывать. Потому что, когда мы начинаем зарабатывать, то мы стартуем с нуля или с минуса. Обычно в бизнесе стартуют с большого минуса. И вы должны научиться думать по-другому. Давайте с вами разберем несколько моментов. Ну, например, вы живете в каком-то населенном пункте, где нет представительства компании Арифлея. И есть только доставка посылкой. Посылкой, да, доставка почты стоит полторы тысячи рублей. Ребята, что вам сейчас сказал мозг? Вот представьте, что вы в такой ситуации. Вы где-то в глухой деревне, и там нет просто элементарно пункта выдачи заказов. И единственный выход – это посылки почтой полторы тысячи рублей. Что вам сказал ваш мозг? У кого мозг говорит, ну окей, будем это рассматривать как вложение в бизнес? А кому мозг сказал, ой, это дорого, тут надо будет вкладываться? Нет, я тогда, пожалуй, откажусь. Уж шампунь и мыло я себе куплю всегда в соседнем магазине. Еще и дешевле, чем в каталоге. И не буду платить за доставку. У кого как мозг сработал, ребят? Вчера читала чат, Мария Ганн писала, она с Камчатки, и у нее только доставка посылки до полторы тысячи. У нас, кстати, много в команде таких людей. И она сказала, ну вы знаете, если делать нормальные заказы от 150 баллов и выше, то даже с учетом того, что такая дорогая пересылка обходится выгодно, потому что я экономлю 20%, мне компания возвращает 32%, и я имею 50% скидку на самый дорогой продукт. Окупается доставка почтой. Дорого, есть ли выгода, да? Это дорого. Вы знаете, что многие люди, которые не готовы к лидерству, не готовы к бизнесу, их единственный вариант – это отказаться. Это отказ. Но если вы лидер, и вы готовы вести за собой людей, то вы покажете человеку в первую очередь, как ему сделать эту доставку окупаемой, выгодной, и чтобы он ее рассматривал как вложение в собственный бизнес. Услышали меня, ребят? Это, опять же, ваше внутреннее состояние. Если вы думаете, что это дорого, это ужасно, то люди, которые живут на периферии, с вами работать не будут, потому что вы им передадите вот это отношение, что это дорого, это неподъемно и это невыгодно. Но подумайте о другом. Если человек живет в глуши, и у него единственный выход – это либо ездить на заработки в другие крупные города, в Москву, на север, да, кто куда едет, оставлять семью, привычный образ жизни, надолго, да, мыкаться, еще нет гарантии, что заплатят, сейчас очень много кидают людей, которые ездят на подработку, вы можете дать ему шанс построить бизнес удаленно и без крупных капиталовложений. То есть оплата посылки – это, в общем-то, недорого. Ребят, если открыть любой бизнес, просто посмотрите, сколько нужно вкладывать денег. Вы поняли, как нужно учиться думать? Масштабно вам нужно научиться расширять свои горизонты. Это не сразу, ребят, это не быстро, но вам нужно поставить перед собой задачу расширять горизонты. Я могу привести пример. Мы, когда с Мишей стали вместе жить, мы достали лист бумаги и написали свои цели. Вообще, чего мы хотим? Мы просто сели и решили так. Раз мы вместе, раз мы объединились, то нам нужны совместные цели, которые мы будем вместе идти, достигать. И наш список нас поразил. У нас было там написано «собственный дом», путешествия два-три раза в год и много-много других вещей, таких, которые мы на тот момент себе позволить не могли. Мы удивились своим запросом, но мы с такой энергией это делали. Нам было так весело, мы как дети. Просто, Миш, помнишь, если ты меня слушаешь сейчас? У меня даже этот листик сохранился. Надо его найти в своих бумагах тайных. Вы можете себе представить, ребят, когда мы всем говорили, что мы хотим свой дом, то люди улыбались просто. Говорили, ну да, ну да, конечно. Вы в квартире живете, которая в ипотеку куплена, да? И многие там посмеивались и не верили. Ребят, буквально, ну, примерно 2-3 недели назад мы купили дом, мы купили землю, мы дом уже снесли, расчистили участок. Вы знаете, наше окружение в шоке. Я вам заявляю, что мы на следующий год мы построим дом, мы уже отдали документы, нам начинают рисовать проект дома. Мы отдаем на согласование, чтобы нам дали все добро, мы будем все делать официально. Ребят, буквально несколько лет назад это казалось нереальным. но мы позволили себе расширить горизонты, хотя не было, в принципе, никаких предпосылок, что может получиться. Мы просто решили, что мы будем идти к своим целям. Ребят, вы знаете, мы уже путешествуем в год 2-3-4 раза. Мы просто считаем, что это только благодаря тому, что мы себе позволили это. Так позвольте себе, своему мозгу, дайте ему приказ думать по-другому и потихонечку его перестраивайте. Пишите планы, пишите мечты, вырезайте красивые картинки, которые вас вдохновляют с разными товарами, путешествиями, с различными местами, которые вы хотите увидеть или что-то приобрести. И смело наклеивайте на свою карту мечты. Я вам могу сказать, что ваш мозг будет потихонечку трансформироваться, меняться, и у вас все будет получаться с каждым днем еще лучше и лучше. Вы мне верите? Вы мне верите или нет? Поставьте плюсики или минусы. Потому что я в вас верю. Я знаю, что любой из вас может изменить жизнь свою. Я это вам просто говорю на своем опыте. Мне никто не дал, ни Миша, ни мне, эти квартиры, эти возможности. У нас простые рабочие родители. Они не бизнесмены, не предприниматели, они простые рабочие люди. И мы идем к своим целям, потому что мы выбрали свой путь. Отказ от шаблонов, от стереотипного мышления. И мы работаем над этим каждый день. Каждый день. Я хочу, чтобы вы тоже поверили в себя, то, что вы можете трансформироваться, вы можете стать совершенно другими людьми и жить по-другому. Только ваша задача – себе это позволить. И чтобы не отказываться от своей мечты, ее прежде всего нужно иметь. Найдите что-то, что вас будет доводить до экстаза, до мурашек. Чтобы, знаете, вот вы увидели это, о чем вы мечтаете, где-то мимолетно. И чтобы аж прям, знаете, подъем внутренней энергии пошел. Вау! Знаете, как захлестнуло! Вот тогда будет круто! Делайте! Не спрашивайте, зачем так. Просто старайтесь понять, почему так, говорят спонсоры. Не спрашивайте, зачем мне создавать 100 страничек в Инстаграме? Зачем мне делать эти 25 почт? Просто, раз сказал спонсор, надо сделать, делайте. Если вам сказали, что надо одну регистрацию в день, ребят, думайте, как это сделать. Не спрашивайте, зачем, а спросите, научи меня, как это сделать, что мне нужно делать, чтобы у меня была одна регистрация в день. Меня все услышали? Это очень и очень важно. Ваши цели в жизни должны быть расписаны. Ребят, есть такое понятие, как колесо жизни. Возьмите и распишите каждый аспект своей жизни. Каждый по здоровью, по развитию, по хобби, увлечения, то есть по путешествиям, что вы хотите, где вы хотите, по семье, по отношениям. Вот знаете, у вас каждый аспект должен быть расписан до мелочей. Ну, что значит до мелочей? Давайте вот приведу вам пример по здоровью. Готовы? Вот смотрите, например, ваша задача разбор своего здоровья, что и как делать. Вы пишете, первое, оценку, насколько вы оцениваете свое здоровье здесь и сейчас. Можете прям в чате написать, вот как вы, какую вы оценку себе сейчас поставите по здоровью. Ну, например, поставили вы там себе цифру 5, 6, 7, 8, двоечку, может кто-то. Ваша задача десятка. Ваша задача, чтобы было 10. И вот отталкиваясь от того, что у вас сейчас есть, вам нужно написать, что мне нужно сделать по моему здоровью, чтобы я могла сказать, что у меня здоровье 9-10 баллов. Ну, десятку, наверное, сложно, всегда что-то будет, да, такое, где-то пробельчик, но 9 это минимум по здоровью, а лучше 10. Что вы можете добавлять? Вы пишете, моя цель это ежедневное занятие спортом. И ставите себе задачу, что вы будете делать, каким спортом заниматься, сколько минут или часов. Второе, моя задача наладить питание, чтобы в моем питании были все необходимые микроэлементы, витамины, минералы и так далее. Вы можете написать, что я поставлю себе десятку, если я начну заниматься спортом столько-то минут в день, таким-то спортом, что я начну пить wellness каждый день одну порцию коктейля и один пакетик wellness pack, например. Если я буду каждые полгода посещать стоматолога, гинеколога и делать флюорографию, чтобы проверять. Если я буду каждый день делать планку, если я буду каждый день проходить 10 тысяч шагов, если я буду вот это, если я буду в год три раза отдыхать, чтобы отдыхать, проходить два раза в год курс массажа, то есть вы себе пишете вот все, что вы считаете нужным, чтобы поставить себе десятку. Например, да, там вылечу все зубы, сделаю то-то, сделаю это, мне нужно вот это там, вот это поправить, вот к этому сходить. То есть вы начинаете заниматься спортом или сделать чистку. Начинаете заниматься по всем направлениям, которые вы себе написали. Но ваш мозг должен видеть конкретные четкие задачи, Ребят, понимаете? Кто меня понял, поставьте плюсики. То есть вы себе расписываете все по каждому вот пункту, что вы хотите улучшить, что вам нужно начать делать, чтобы вы себе потом сказали, по здоровью у меня десятка, семья десятку, у нас отношения супер, состав семьи, то, что я хочу и так далее, и так далее. Отношения с окружающим, да супер, да, я там вообще просто в потоке, в потрясающем. Я развиваюсь, я читаю, я посещаю семинары, тренинги, я сама провожу тренинги. То есть вы начинаете просто расширяться потихоньку. Самое главное, не с надрывом, да, что за один день вы должны это сделать. Нет, конечно, но ваш мозг будет видеть задачи четкие, конкретные и он будет действовать. Проблема только в том, как ты работаешь. Да, есть люди, которые слишком много работают. Учитесь работать умнее, учитесь делегировать, учите своих партнеров выполнять элементарные вещи, чтобы они быстрее осваивались. Вы должны понимать, что этот бизнес не бизнес-продаж. Продажи будут сами случаться автоматически. Сами, когда вы поменяете свои мозги, когда вы поменяете свой обычный магазин на интернет-магазин, у вас просто начнется круговорот обалденный. И вы должны понимать, что этот бизнес взаимоотношений. У нас есть сеть людей, которые связаны с взаимоотношениями. Мы с кем взаимоотношения выстраиваем? С компанией, со спонсором, с топовыми лидерами, спонсор с лидером, с клиентами, с продуктами, с консультантами, консультанты-консультанты, с командой. Как это всё работает? Вот смотрите, насколько вы умеете создавать и поддерживать отношения, именно поддерживать, ребят. Да, можно создать, а потом же их надо поддерживать всю жизнь. Вывести их на профессиональный уровень, уровень максимальной доверия, восприятия и так далее. Настолько вы быстро и успешно будете расти. Это очень важно. Почему многие люди уходят? Не получили. Не получили того, что хотели. Не хватило отношений. А почему кто-то остаётся? Многие говорят, я здесь только из-за команды. Потому что здесь такие люди потрясающие. Потому что когда я сюда прихожу, я понимаю, что я здесь нужен, что меня любят, меня ценят, меня хвалят, меня замечают, меня поддерживают, в меня верят. Вот научитесь делать так, чтобы люди оставались с вами. Даже если они отошли на время, у них что-то в жизни произошло, они навсегда запомнят дорогу, как вас найти. И они всё время будут вспоминать. И при первой же удобной возможности они вернутся к вам. Как, знаете, как ребёнок всегда возвращается к матери. Просто для того, чтобы получить поддержку, уверенность в себе и почувствовать, что его любят, что он самый классный. Ребята, все проблемы, которые есть в бизнесе, это только проблемы взаимоотношений. Как складываются взаимоотношения? Влечение, ожидание, обещание и выполнение обещаний. Давайте с вами разберём, чтобы наглядно было понятно. Вот смотрите, например, что мы ожидаем от компании? Какие-то новинки, акции, дополнительные деньги, бонусы, качество продукции, чтобы было на высшем уровне, честность по выплатам. Правильно? Это наши ожидания от компании-партнёра. Что мы ждём от Арифлейм? Что же ждёт от нас Арифлейм взамен? Чтобы мы росли, чтобы мы зарабатывали больше и больше. Чтобы мы были активными, чтобы мы активно поднимали свою команду на новые уровни. И чтобы мы стабильно развивались, стабильно росли. Согласны? Ребят, всегда нужно чётко проговаривать свои обещания. Всегда, чтобы не было недопонимания, чтобы ваши партнёры не придумывали себе, что вы за них построите ветки и так далее. Вы должны всегда говорить, давай вместе делать. Давай вместе с тобой сделаем. Давай вместе напишем список знакомых. Давай вместе сделаем первые звонки. Давай вместе. Я буду говорить, ты будешь слушать, чтобы ты учился. Ребят, вот так вот выстраиваются вот эти обучения, система обучения. И, конечно же, все обещания нужно выполнять, потому что это единственная возможность укрепить веру в вас, в ваши взаимоотношения. Какая цель у вас должна стоять? Я создаю новые независимые группы или автономные группы, самодостаточные. Ребят, вы никогда не должны быть нянькой для своих партнёров. Вы должны научиться выстраивать партнёрские отношения, взаимовыгодные, чтобы люди быстро учились делать простые элементарные вещи, которые делаете вы сами. И есть такое выражение, на чём ты фокусируешься, то и размножается. На чём вы держите фокус? Подумайте сейчас. На чём вы держите фокус? Есть ли у вас какие-то страхи? Страх, что новички не будут делать заказы, страх, что никто не будет регистрироваться, страх, что вас забанят, страх так далее, так далее, так далее, страхи, страхи, страхи. Или у вас есть азарт, что вау, я сделал 100 пяти анвалов, значит, я могу этому научить свою команду. Вау, у меня первая регистрация, значит, люди идут, значит, я могу регистрировать людей. Реально этот бизнес нужен другим людям. Вот на чём вы будете фокусироваться, если вы будете себе каждое утро говорить, что я притягиваю в свою команду самых мощных и сильных лидеров. Я магнит успеха. Вот тогда у вас начнёт притягиваться действительно команду мощные и интересные люди, которые будут сами за вами бегать, спросить информации. Они будут пустые, судно приставать к вашему берегу. 80% успеха – это правильно поставленный диагноз. Я бы так сказала, что правильно поставленная цель, правильное видение, правильное распределение сил, ресурсов своих и так далее, так далее. Согласны? Я сейчас вам покажу. Ух ты, немножко у меня слайды съехали. Я вам сейчас покажу, как вообще в мире распределяются люди по категориям. Есть люди, которые альфа-лидерами называют. Кто такие альфа-лидеры, ребят? Это люди, которые, да, крупными буквами, делают. Вы их сразу видите, они, да, они на виду, они растут, они делают, они не стесняются, они все подряд выкладывают. Вы знаете, какая здесь цифра спрятана? Альфа. 3-5% всего на планете альфа-лидеров, которые делают, берут на себя ответственность, всего от 3 до 5%. Ребят, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, лидерами рождаются или лидерами становятся? Можно ли сделать из себя лидера? Как вы думаете? Напишите в чате. Рождаются или становятся? А можете ли вы поставить перед собой задачу стать альфа-лидером? Как вы думаете, можете ли вы или нет? Мне очень нравится одна реклама, спортивная, по-моему, кроссовки какие-то рекламировали. И там была такая фраза «Невозможно – это не факт, это просто чье-то мнение». И вот чье вы мнение будете увлажнять, да поливать, удобрять, что это невозможно, или то, что это просто мнение и возможно всё. И я могу стать лидером, и я стану лидером. И мне всё равно, кто и что будет говорить, я просто стану лидером. Я буду делать каждый день шаги, чтобы стать этим альфа-лидером, чтобы не скатываться вот сюда. Кто такие бета? Бета-лидеры. Их бета-люди, да, бета-лидеры есть тоже. Их всего 15% от общего количества людей. И эти люди, у которых очень большие шансы стать альфами, стать, но они, они ими, как зачастую, не становятся. Очень маленький процент из вот этих бета-лидеров становятся альфа-лидерами бета-людей. Да, у них такое состояние пред-альфа. И иногда кажется, смотришь на человека и кажется, о, это альфа-лидер. На самом деле это, ну не могу сказать, что прям показуха, но это видимость. Создается видимость активности, видимость деятельности какой-то, да, имитация, я имитация чего-то, да, такого. Но на самом деле ничего не происходит. Всё-таки бета-это люди ведомые, они наблюдатели. И они не берут ответственность на себя. Мы сейчас это разберём. И есть люди омеги, их 80%. Из них 60% приходят брать себе продукцию со скидкой, а 20% могут перейти или вот сюда, или даже вот сюда. То есть среди омеги есть люди, которые могут стать альфа-лидерами. Я, например, омега, я пришла брать себе продукцию со скидкой. Но я сама себя сделала, заставила необыкновенным усилием воли, потому что меня не воспитывали. У меня не было примера лидерства в семье, у меня не было примера предпринимательства. У меня самые простые родители, самые обыкновенные люди. Я просто увидела, что есть путь, и можно по нему идти. Но это сложно. Это сложно. Надо себя заставлять развиваться, работать, выступать, наступать на горло страхом. Выходить из зоны комфорта, постоянно, постоянно выходить из зоны комфорта, пока станет комфортно вот здесь. Когда каждое утро просыпаешься, ты говоришь, супер, я альфа-лидер, мне сейчас надо будет вот это, вот это сделать, вот это, вот это, я спасу мир. И так далее. Это нелегко, но это возможно, если есть цель. Смотрите, 15% бета, из них 10% – это группа продавцов, мы их называем сумчатые, и 5%, которые хотят быть альфа, но не готовы заставить себя делать. Ну, хотят. Есть такие? Вот, ребят, вы сами себя где увидели? В какой категории? И 5% альфа-лидеров, из них уже 1% зрелые, и 4%, которым просто нужно подучиться, набраться опыта, еще больше, да, почитать, пообщаться с конкретными зрелыми альфами. И для этого надо, ребят, надо ехать в Абхазию на лето море Арифлейм, чтобы пообщаться со зрелыми лидерами, чтобы стать быстрее альфой. Почему я говорю, что тот, кто выезжает, ходит на мероприятия, ходит на семинары, на тренинги, он двигается в этом направлении. Кто не ходит, кто говорит, ой, я все это знаю, сто раз видела, одни и те же семинары, да я эти слайды уже видела, да ничего интересного, да я и сама могу по слайдам прочитать. Да, можете, но не читайте. Да, можете, но вы же не делаете. Так учитесь делать, заставляйте себя. Просите слово на планерке, просите слово в Оритуре. Знаю, сейчас Маша Скляренко Оритур собирает на вторник. Напишите ей, скажите, Маша, дай мне микрофон, я хочу выступить. Надо переходить в альфа, надо себя заставить, и вы об этом не пожалеете. Вы знаете, кто такие альфа-лидеры? Да, они замотивированы, они никогда не сдаются, не боятся ответственности, готовы признавать свои ошибки. С юмором, да, любой человек может сказать, вот это я балда, вот это я балда, слушайте, все, поняла, спасибо, что сказали. То есть, да, у них постоянно позитив. Вы можете создавать команду, ребят. Наш проект называется «Карьера онлайн», у нас есть логотип. Вы можете организовать свое? Можете. Почему нет? Вам никто не запрещает. Но у вашей команды должна быть мощь. Вы должны, да, название, да, девиз, символ команды, чтобы это было понятно, что вы команда мощная, сплоченная, энергичная, мощная, сильная. У вас есть общая цель, азарт и драйв. Это должно чувствоваться по чату, да, что это легкая такая, мощная обстановка. Каждый, да, готов взять ответственность, внести свою лепту. Помогает новичкам, да, готов там поддержать и так далее. Вместе веселее, больше мощные результаты. Мотивация больше, потому что кто-то из партнеров растет, и вы это видите, все на виду. Все быстрее, качественно, и можно что-то делегировать, попросить помощи, поддержки. Идет постоянная мотивация сбоку, снизу, сверху, изнутри. В принципе, формирование команды, цель обязательно. У вас, у каждого, кто, конечно, пришел сюда становиться лидером, директором, золотым, сапфиром, бриллиантовым, исполнителем, у вас должно быть видение, какую вы хотите команду. Кто знает, какую он хочет команду? Какие люди в ней будут? Какие вы будете для этих людей? Как вы будете проявляться? Какие-то рабочие моменты, нерабочие моменты? Понимаете? Люди. Вот очень важно, каких людей вы подбираете в команду. Часто что получается? Мы на людей смотрим, с какой точки зрения. Ой, она такая бедненькая. Она такая несчастная. У нее трое детей. Муж ее бросил. У нее денег нет. Одежды нет. Ей так плохо. Надо ее брать в бизнес. Надо ей помогать. Надо ее делать директором. Надо, чтобы у нее все было хорошо. Ребят, а ей надо? А ей надо? Как она так создала, что она с тремя детьми без крошки хлеба живет, без корки хлеба? Как она так создала? А может быть, ей нахрен ничего не надо? Ваше лидерство, ваш бизнес. Ее устраивает то, что ее все жалеют и помогают, и несут ей последние, да, там крохи, делятся вещами. Кто-то чем помогает. А может быть, ей это нравится? А вы хотите из нее лидеров сделать? И будете тратить на нее время? Подумайте над этим. Это очень-очень крадет время. Жалость – это не самое лучшее чувство. Если вы кому-то испытываете жалость, то бегите, ребят, куда подальше от этого человека. Потому что вы просто потратите энергию, силу и потеряете свою мотивацию, потому что вы никогда из пустой раковины не вырастите жемчужину. Услышали меня или нет? Напишите в чате, что вы думаете по этому поводу. Вы никогда из песка не сделаете золото, ребят. И в пустой жемчужине, в ракушке никогда не вырастет жемчужина. Это просто потеря времени. Вы должны научиться видеть, во-первых, себя воспитать так, что вы должны сами себя сделать золотым корабликом. Вы должны сами из себя сделать золотого кораблика. Вот эти все принципы, альфа-лидерство, вы должны на себе это сначала все отработать. И когда вы берете людей, никогда не берите из жалости. Вы только потратите время. Вы даете шанс всем. Но дайте испытательный срок, дайте тест. Вы знаете, самый классный тест – это дать человеку прочитать книгу. Вы даете ему книгу на один день и говорите, успеешь прочитать? Он смотрит на книгу и говорит, конечно, отлично. Схватит тебе одного дня? Он говорит, ну давай два. Ну давай. Через два дня вы ему звоните. Он говорит, слушай, я еще не успела. Давай завтра. Я сегодня точно прочитаю. А еще хуже, если он вообще не берет трубку. Потому что он знает, что вы сейчас спросите про книгу, а книга не прочитана. Ребят, вот вам и тест. Знаете, как я проходила тест, когда мне дали книгу? Я в пять утра позвонила Туровскому и сказала, Валентин, вот это да! Чего ты спишь? Надо рекрутировать, надо работать. Я все поняла. И все, и с тех пор Валентин перестал спать. Потому что, ребят, я прошла тест на лидерство. И я не просто эту книгу не отложила, я ее читала всю ночь. А вы прочитали 10 уроков на салфетках, ребят? Прямо буквально на днях с кем-то разговаривал. Мне говорят, не дается мне эта книга. Как не дается? Ну, как не дается эта легендарная книга, которая, в принципе, читается за два часа, ты ее читаешь уже месяц? Ну, просто ты не прошел тест. И я не буду тратить время на человека, который не делает элементарные вещи. Вот вам и все, ребят. Дали книгу? Не прочитал? Тест не прошел. Подключили в бизнес-школу? Не учатся? Ребят, ну, значит, ему не надо. И хитя тех, кто эту школу пройдет за три дня, завалит вас вопросами, и за это время он еще пролазит кучу информации в Ютубе и везде, и познакомится с другими лидерами. Вот, ребят, как это должно быть. И знаете, я не могу сказать, что я там безжалостная сучка какая-то, да? Нет, я просто несколько лет потратила, чтобы выращивать в пустых ракушках жемчужины. Просто я это пережила на своем опыте. И я просто хочу сказать, ребят, вы можете делать это то же самое. И говорить, ну, я же хорошая, да, внутри себя. Я же добрая. Я же помогаю людям. Ребят, да ничем вы им не помогаете. Вы их раздражаете просто. Вы их просто раздражаете, то, что вы хотите их вытащить из их комфорта. Это их зона комфорта. Да, может быть, там полная жопа, да, там жрать нечего, да, там нет приключений, нет путешествий, там нет денег, там нет ничего, там нет перспектив совершенно. Но это их зона комфорта. И не тратьте время, пожалуйста, пытаясь переделать мир. Просто меняйтесь сами. Просто работайте над собой. Просто становитесь каждым днем увереннее, лучше, мотивированнее, с пониманием, чего вы хотите. У вас это видение сформируется обязательно. И тогда просто вот эти пустые раковины, они к вам даже не будут притягиваться. Просто не будут притягиваться. Вы начнете притягивать к себе подобных людей. Вы же знаете, это простая фраза из жизни, из физики. Да, что подобное притягивает подобное. Есть такое? Так вот и вы начнете притягивать подобных людей. Просто начните работать над собой. Начните развивать свой потенциал. Потому что в каждом из вас этого бесконечное количество потенциала. Но здесь, конечно, безжалостность к себе должна быть на первом месте. Давайте с вами сделаем вот в такой табличке просто работу. Смотрите, у нас есть альфа. И есть бета. Да? Бета. Что у нас с вами альфа делает? Они ответственны и инициативны. Если я говорю, ребята, завтра нужно провести планерку некому. Кто проведет? Альфа сразу. Я. Что сделает бета? Они сделают вид, что они не видели сообщения. Правильно? Альфа никогда не оправдывается. Альфа говорит, да, накосячила. Я все поняла. Давай не будем об этом. Я все поняла и все исправлю. Что будет делать бета? Он будет говорить, слушай, моя хорошая, я помню, я помню, что я тебе обещала. Но у меня вдруг, понимаешь, облысел хомячок, каблук сломался, температура поднялась. А еще я вспомнила, у меня же у собачки день рождения. Ты что? Как? Я не могла вести планерку, у меня у собачки день рождения. Мне столько дел навалилось. Слушай, ну ты же меня понимаешь, мы же с тобой альфа. Ты же меня всегда поймешь. Ребят, кто себя узнает? Бывает ли у вас такое, что вы что-то не сделали, и вы начинаете оправдываться? Конечно, бывает. Я такая была раньше. Если что-то происходит, альфа говорит, интересненько, а зачем мне это? А зачем мне эта ситуация? Ну-ка, дай-ка разберусь, где я что-то недотягиваю, над чем мне надо поработать? Чему мне нужно научиться? Зачем мне дано это? Что мне нужно понять? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Альфа начнет анализировать и думать. Бета впадет в истерику. Ну за что мне это, о господи? Ну почему все время это со мной случается? Поняли, да? Вот разница, ребят. То есть если вы видите, что вы вот здесь, то сделайте выводы. Вы или тут останетесь навсегда, это называется на букву «ж», либо вы начнете себя вот сюда перетаскивать потихонечку, маленькими шагами. Понятно? Ой, вы мне там что пишете? Прикольно. Ребят, альфа, он сам все делает. Он найдет информацию, он докопается, он достанет всех. Бета, он сделает вид, что у него бурная идет деятельность. Он очень много делает всего, но просто пока не пришел результат. Я работаю, у меня, я вообще, я пошел, я столько делаю рассылок, я столько всего. Да? Ну понятно. И альфы, они всегда позитивны. У них всегда куча энергии. Вы позвонив альфе, после разговора буквально одной минутки, вы получите столько энергии, что вы протянете на ней буквально 2-3 дня, может и неделю. Потом вы опять вернетесь сюда. И вам нужно будет постоянно приходить за подпиткой к альфе, пока вы сами не станете альфой. Пока вы не заставите себя стать генерящим, позитивным, наполненным энергией, и вот это все не начнете делать. То есть пока вы делаете хоть что-то вот из этого списка, ребят, вы остаетесь в G. И я вам рекомендую в команду вот этих людей не брать. В это вход воспрещен. У нас есть такое выражение, вот среди тех, кто тренинги вот такие проходили, мы говорим, ну, обетилась маленько. Мы ржем, мы понимаем, да, что мы прокололись, мы где-то не дотянули, да, мы обетились, но мы ржем, мы понимаем, мы это понимаем, что мы продолжаем путь альфы, который не совсем легкий. Ключ к успеху, он очень простой. Рекрутируйте каждый день. Одного, двоих, троих. Ребят, это не предел. Пятерых рекрутируйте. Тратьте энергию на поиск кого? Альфу ищите. Вы меня поняли, что вы должны сами стать альфой и фокус держать на поиске альфы, потому что с ними вы быстро построите бизнес. Учите бета адекватно оценивать, определять приоритеты и не тратьте на них много времени. Научитесь выявлять, кто перед вами стоит, кто прячется за этими прекрасными одеждами и масками. Следите за своим альфа-состоянием. Постоянно следите. Постоянно будьте в потоке, постоянно будьте на волне, и вы будете притягивать. Ребят, это неизбежно. Вы начнете притягивать таких людей. И рекрутируйте достаточно, чтобы получать альфа на автомате. Понятно? Никогда не останавливайте рекрутинги. Личный рекрутинг должен быть постоянным. Итак, давайте подведем потихонечку итог. Состояние альфа – это выбор. Это выбор, ребят. Никто не рождается лидером. Это единицы людей, которые родились такими. Это выбор и это работа над собой. Набор навыков, опыта, прокачка внутреннего лидера. Ваши видения, планы, глобальность, размах, масштабность. Вам нужна масштабность. И вы должны себе позволить больше. Разрешите себе успех, достаток. Быть альфой, и у вас все получится. Вы должны изучать все лучшие технологии. И применять их. Хватит работать по старинке. Используйте самые лучшие технологии. У вас должен быть четкий график, делегирование, поддержка. Все, все, все. Вот это администрирование одним словом. Вы все это должны делать. Не тащите команду на себе. Научились делать заказ? Научите новичка. И посмотрите, чтобы он своего новичка научил делать заказ. Все. Делегировали. Больше вы этого делать не будете. Они сами друг друга будут учить. А у вас освободится куча времени. Прокачивайте свой профессионализм. Ребята, я всегда говорю, нужно стать профессионалом. Как им стать? Ребята, как становятся профессионалами? Учатся и практикуют. Учатся и практикуют. Вы знаете, я училась 6 лет на бухгалтера. Когда пришла на работу, я поняла, что я потратила 6 лет просто, чтобы мне дали корочку. Я ничего не знала про бухгалтерию абсолютно. Просто какие-то фразы мне были понятны. Какие-то слова были не чужеродными, а в принципе, немножечко я понимала, о чем идет речь. Поверхностно. Ребят, в нашем бизнесе вы можете моментально становиться профессионалами. Просто не ленитесь. Просто не валите на спонсора, чтобы он за вас все проводил, проводил и проводил. Сами. Послушали два раза собеседование, как проводить? Идите сами проводите. Послушали, как водные проводить? Идите и проводите сами. Учитесь это делать интересно, чтобы люди после ваших водников включались в работу. Принципы. Какие принципы у вас? Личные. Какие личные ценности? Какой у вас потолок? Есть ли он или нет? Что лежит в основе? Какой у вас стержень? И лидерский путь никогда не кончается. Никогда, ребят, понимаете? Если вы на этот путь встали, да, он сложный, но он такой благодарный. Ребят, просто. Принципы. Перепишите себе, сделайте скан этого, как принтскрин этого слайда. Вы никогда не упадете ниже уровня своих навыков. О чем это говорит? То есть, если вы сейчас консультант и никак не перешагнете планку 9%, значит, навыки менеджера уровня 9% вы не освоили. Значит, вы не делаете то, что должны делать на этом уровне. Не хотите, не можете, не готовы. Это ваши проблемы. Но вы никогда не упадете ниже того, что вы умеете. То есть, если вы умеете быть менеджером 9%, то ниже этого уровня вы не упадете, ну и далеко не подниметесь. Понятно? Чтобы переходить на следующий уровень, да, с 9 на 12, с 12 на 15, с 15 на 18, с директора на старшего, вам нужно научиться новому видению. Новое видение. Новый опыт, новые навыки. А то, что вы делали на уровне консультанта, вы это уже не делаете, потому что у вас другие обязанности. Вы должны делать другие вещи. А если вы делаете все то, что вы делали на уровне 3%, и никак от этого не можете отказаться, потому что вам жалко, вы мать Тереза, вам хочется всем помогать, за всех все делать, за всех тащить, выталкивать на новый уровень, то вы будете оставаться на уровне обязанностей, которые выполняете. Услышали меня? Поставьте пятерочки, кто понимает, о чем я сейчас говорю. Я знаю, что многие из вас меня понимают. Ну, может быть, пока не все. Но вы слушайте, потому что это все равно прорастет в вас как семя. И если вы никак не шагнете на уровень 6%, сидите на 3%, в чем причина? Подумайте. Фокусируйтесь на тех, кто сейчас растет, а не на тех, кто не хочет, да, и качает просто вашу энергию. По дороге к успеху может быть много парковок. Не задерживайтесь на них. За припаркованной машиной движения нет. Поэтому, если вы приостановились, то только для того, чтобы поточить топор, для того, чтобы чему-то еще научиться, разобраться и быстренько двинуться дальше. Мир никогда не останавливается, поэтому вы должны постоянно бежать. Помните, как в Алисе? Если ты хочешь куда-то прийти, то тебе нужно не просто идти, а бежать, потому что то, куда ты хочешь, оно двигается быстрее, отдаляется. Поэтому вы должны бежать, осваивать новое и так далее. И вы в первую очередь должны стать лидером для себя. Для себя. Вы можете себе вот честно сказать, я лидер, я для себя лидер. Если я сказала, иду и мою посуду, я встала, пошла и вымыла. Если я сказала, иду и делаю планку, встала, пошла и делала. Если я сказала, что я встану сегодня в 7, я без будильника проснусь. Вот это лидер для себя. То есть, если вы себе задачи даете, вы их сами перед собой выполняете. Лидер для другого. Здесь уже посложнее. Здесь надо уже для других людей проявляться, показывать пример. Лидер для команды. Здесь уже нужно устанавливать какие-то правила, традиции быть, ритуалы и так далее. Следующий уровень – лидер организации. Лидер организации. Почему директора не лезут к менеджерам, в их команду? Есть такое правило – не лезть в чужой огород. Не лезть к соседу. Вы же не полезете через забор к соседу, если увидите, что у него морковка заросла сорняками, чтобы продергать сорняки. Или вы будете ему кричать, «Эй, сосед, ты что, лошара? У тебя, смотри, морковка заросла!» Нет, ребят, вы не будете. Это его огород. Вы никогда не нарушите вот это частное пространство. Но если сосед вам крикнет, скажет, «Слушай, у тебя время есть, может, придешь, мне морковку продергаешь?» Или «Слушай, скажи мне, что нужно делать, чтобы у меня морковка не зарастала?» Вот тогда вы ему помогаете. Пока люди вас не просят, если вы видите, что человек может сам, и он уже делает, не лезть, и может быть, у него такие свои правила. Опять же, да, нужно воспитывать людей в правильном мысли. Далее, лидер для лидеров, ребят, это уже уровень золотого директора Сапфирова. Учим принципам лидерства, принципам ведения бизнеса. Лидер сети, огромной сети. Это бриллиантовые исполнительные директора. Да, это мечты. И уровень вообще VIP-персоны. Это лидер мира Арифлейм. Если вы входите в сотку мировых лидеров, то вы это сделали. Это очень круто. Ребят, а есть у кого-то такая цель, войти в сотню топ мира? А может, у кого-то есть войти в десятку топ мира? На этом мы с вами заканчиваем. Семинар получился, конечно, длинный. Прошу прощения, но в час я уложилась. Ребят, скажите, пожалуйста, из самых стойких, кто остался, что для вас сегодня было особенно полезным и что вы будете применять уже прямо сегодня? Что для вас было особенно полезным и что вы начнете применять уже прямо сегодня? Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам альфа-состояния. Желаю вам сделать правильный выбор, чтобы ваша жизнь не просто стала меняться, а она стала меняться с бешеной скоростью, чтобы в вашей жизни начали происходить чудеса. Начните чудить сами. Не ждите чудес, чудите сами. Определяйте свои задачи, цели, запись, надеюсь, получилась. Да, и поставьте себе первую задачу – стать альфа-лидером. Возьмите на себя ответственность, и все будет получаться. Как я всегда говорю, слезьте, вы уже с качелей. Хватит качаться. Сегодня я лидер, завтра вы меня не увидите. Сегодня я лидер, а потом я на неделю пропал. Просто постоянное одно и то же состояние альфа. Это очень круто, ребята. Такой потрясающий поток, такая жизнь интересная. Столько событий в ней постоянно происходит, что просто, знаете, другие люди, глядя на вас, будут просто поражаться. Неужели это может произойти в течение жизни одного единственного человека? Напишите себе табличку, вот эту, которую я вам показывала. Давайте верну, чтобы вы скрин себе сделали, чтобы вы постоянно отслеживали, где я, где я, а я сегодня обетилась или я сегодня альфа. Вот эта табличка, она вам просто необходима, чтобы постоянно контролировать свое состояние. Каждый из вас, абсолютно каждый, независимо от вашего образования, уровня жизни сейчас, опыта, навыков, которые вы собрали за свою жизнь, независимо от этого, вы можете стать мощными альфа-лидерами. Поверьте мне на слово, ребят, и просто начните делать. Это сложно, но по силам каждому. Сложно, но по силам каждому. Поверьте мне, знаете, как это, как мантру. Читайте себе, я все могу, иду и делаю. Я все могу, иду и делаю. И все у вас будет получаться. Еще раз благодарю всех за внимание. Желаю вам мега продуктивного каждого момента вашей жизни, насыщенного, интересного. И чтобы вы каждый вечер могли себе сказать, вау, вот это у меня денек сегодня. Вот это у меня все стало в жизни меняться. Круть! Чтобы каждый вечер вам было что-то, за что что-то себе сказать, за что вы себя похвалите, и, может быть, будете удивляться. Вот это мое вам пожелание и наставление. Всего доброго, пока-пока!